Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их используют умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 7 декабря – день Екатерины Санницы. Почитается святая великомученица Екатерина. Она жила в городе Александрия. Происхождение ее из царского рода. Отличалась редкой красотой и премудростью. В 18 лет Екатерина в совершенстве знала всю науку древнего мира. Ее упрашивали выйти замуж, но она не нашла себе равного. Тогда ей рассказали о небесном женихе Христе. Но Христос признал ее только после крещения. В сонном видении он надел ей на палец прекрасный перстень в знак обручения. В народе этот день называют днем Екатерины Санницы. И все потому, что сегодня традиционно открывался первый санный извоз. По этому поводу устраивались большие гуляния и первые катания на санях. А молодожены сегодня находились в центре внимания. Их сани катились первыми, а за ними следовал кортеж. В народе святую Екатерину почитали как покровительницу невесты брака. В этот день часто проводили различные гадания и смотрины для заключения брака. Так девушки отламывали ветку от яблоньего дерева и клали ее под подушку. Верили, что теперь они увидят во сне своего суженного. Делали и такой приворот. Брали какую-нибудь вещь, принадлежащую понравившемуся парню, а затем кругами катали вокруг нее каравай. Сегодня парень мог заявить о своей симпатии, пригласив девушку прокатиться в его санях. И кого он чаще всего катал, та и была его избранницей. Существовала сегодня и такая традиция. Выйдя из дома, надо было обязательно пройтись по тулупу с вывернутым мехом наружу. Считали, что это позволит защититься от дурного глаза. Приметы. Ясная погода на Катерину к морозной зиме. Если сегодня теплая погода, значит морозы ударят только на варварий день после 17 декабря. Если сегодня оттепель и туман, морозы наступят на 10 день. Снег выпал на сухую землю, зимний путь встанет. Если солнечные лучи пучками устремились к верху, это к скорой метели. Доброго здоровья, в эфире целебная кулинария. Как всегда, Таня Ларис с нами. И вот она решила запустить сначала часы. Время пошло. Время пошло. Мы делаем тыквенный суп. Тыквенный суп. Его любят все. Его едят на всех континентах. Причем обязательно крем-суп. Я даже размышляла, а что бы не сделать? Вот суп из тыквы, ну допустим, как овощной, нарезанный кубиком или соломкой. Но ведь действительно, вот эта консистенция крем-супа, она, наверное, всем и нравится. А почему крем-супа? Почему эта консистенция всем нравится? Да, почему эта консистенция нравится? А потому что, ну она, ну не знаю, хороший вопрос. Она мягенькая. Она мягенькая. Все, что мягенькая, вытесняет тверденькое и жесткое, которое возникает внутри уранижного человека в результате его жизнедеятельности. То есть, так называемое понятие ветра, я говорил, это жесткость, сухость, которая вызывает газообразование, которая вызывает сжатие там суставов и прочее, прочее. То есть, процессы вообще старения связаны с этим. Так вот, то, что жиденькое, мягенькое, как раз будет, как бы сказать, все это умасливать. Умасливать. Умасливать, да. И препятствовать этим процессам. И поэтому человек себя чувствует лучше. То, когда все высохло, ему неприятно. А когда уморщено, он так успокаивается, хорошо себя чувствует. Ну что ж. И туда еще что добавляет, вот интересно. В этот крем-суп? Да. Послушайте, это, конечно, зависит от географии. Потому что с рисом, с рисом, с сыром и вином делают тыквенный крем-суп на севере Италии. Вообще итальянская кухня, она очень разнообразная, потому что то, что находится на юге, абсолютно отличается от того, что находится на севере. Юг – это все-таки Средиземноморье. И здесь встречаются, ну, очень схожие рисунки гастрономические с другими странами Средиземноморья, вне зависимости… Юг – это интересно, говорит, я слушаю и заслушаю сатанюшку. Юг – от национальности и вероисповедания. А север, там уже холодно. Юг – и что-то там уже… Юг – и они туда и рис добавляют, чтобы сытнее было, и вино, чтобы теплее, наверное, было. Юг – и, конечно же, сыр. Но сыр, вообще вот сыров, например, во Франции тоже очень любят тыквенный суп, они туда добавляют лук-порей. Юг – мы будем добавлять обычный лук, хотя можно и добавить лук-порей. Вообще, мне кажется, все, что потом взбивается на основе тыквы, имеет смысл положить. Если нравится имбирь, давайте положим имбирь. Юг – нравится чеснок, давайте положим чеснок. Юг – слушай, 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 вот ты так говоришь, нравится. Сама знаешь, нравится, летом это нравится, а зимой не нравится. Юг – зимой наоборот этот супчик нравится. Юг – нет, я просто говорю, что… Юг – то, что нравится летом, не нравится зимой. Юг – да. Юг – и вот смотри, я думаю, ты же забыла, что они ещё и со сливками, с молоком ели. Юг – я, конечно, об этом помню. Юг – помню. Юг – и, конечно, сливки добавляются всегда, по большому счёту, во все крем-супы. Юг – овощные, пожалуйста, добавляются сливки. Юг – а почему сливки добавляются? Юг – вы чистите кожурку или не чистите? Юг – чистите? Юг – я немножко очищу. Юг – чистите, ага. Зачем добавляются сливки? Ну, для жирности. Для жирности. Так все будут тогда полными. Они добавляются именно для того, чтобы вот эта мягкость и больше масличности было. Вот оно в чём. Да, да, я тоже это имела в виду. Давайте я вам помогу очищать, потому что при всей лёгкости этого блюда, а ведь по большому счёту оно действительно лёгкое, мы берём овощи и варим их, ну, отвариваем, а потом взбиваем миксером, блендером, кому что. При всей лёгкости есть такой нюанс, что вот это надо тыкву почистить, потом её надо порезать, чтобы не терять время, которое у нас идёт в нашей программе. Мы продолжаем с вами чистить, а я вам ещё хочу сказать, что крем-суп тыквенный делают даже на горите. И это считается у гаитян национальным блюдом. Дело в том, что они часто делают его на День независимости, а День независимости у них совпадает с Новым годом. Смотрите, как классно. Так, здесь у нас почищено. А, я, наверное, сама смогу. Давай я отрежу. Здесь нужен большой ножичек. Да, давайте. О, семечки пошли. А что всё-таки полезнее, пока мы с вами чистим? Семечки или сама мякоть? Или кому что полезнее? Или для каких-то? Оказывается, тыква действительно удивительный продукт. И я считаю, кто ест тыкву регулярно, тот тем самым продляет себе молодость и красоту. Именно два фактора. И знаете, за счёт чего он продляет молодость и красоту? Сначала начнём с красоты. Жёлтый цвет. Он указывает на то, что здесь много каротина, который нужен для нашей кожи. Кожа должна быть великолепна. Плюс этот же каротин, он нужен для наших слизистых оболочек. То есть он поддерживает здоровье, особенно желудочно-кишечного тракта. Потому что желудочно-кишечный тракт у нас слущивается, клетки желудочно-кишечного тракта, в течение суток. А что им быстрее случается? А вот действительно очень интересно сказать. Дело в том, что представьте себе, вот это наш желудок. Сюда поступает пища, начинается пищеварение, выделяются желудочно-кишечные соки, в том числе соляная кислота, которая растворяет гвоздей. Представляешь? Так вот, естественно, вот эта вот оболочка, вот эти вот клеточки, которые здесь содержатся, они подвергаются также разложению, обработке, переваливанию. Одним словом, повреждаются. И этот процесс называется слущивание. А отсюда вырастают новые. И для того, чтобы новые выросли, необходим что? Каротин. Никогда не знала. Никогда не знала. Слушайте, а кто не ест каротин, что у него происходит с новыми клетками? А кто не ест каротин, у кого происходит, он начинает страдать слабым пищеварением, возникает эрозия желудка, потом дальше могут быть и язвы, вот знаете, различные колиты, вот что-то там в желудке, в кишечнике болит, он не может полноценно восстановиться, из-за того, что нет материала, который всё это восстанавливает. А тыква там всё это даёт плюс. Смотри, какая она мягенькая. Ещё мы на блендере. То есть здесь содержится мягкая клетчатка, которая способствует тому, что активирует и улучшает работу перистальтики. Раз. И плюс за счёт того, что волокна нежненькие, нежные, мягенькие, она ещё убирает различного рода шлаки, тем самым предвозвращая самоотравление организма и, как бы сказать, его очищает. Поэтому, когда организм чистый, снабжён каротином, то он, естественно, красив. Белки глаз чистенькие, язычок чистенький, много энергии, кожа красивая. Ну, с этого вообще не буду говорить. Тыкву едят сырой. Тыкву едят сырой. Только эти сыроеды или что-то ещё? Нет, ну почему? Ну вот сёпку можно же. И мы можем тыкву съесть. Особенно хороший и тыквенный сок. Кстати, я не делал тыквенного сока. Одиннадцатые лунные сутки. Они носят такое название. День Икадаши. Первый день Икадаши. В лунном цикле бывают разные по энергетике сутки. И эти наиболее мощные из всех. В организме человека они активизируют первоначальную жизненную силу. Ёли её называют кундалини. Эту энергию важно направлять на укрепление и обновление организма. Для того, чтобы ей ничего не мешало работать, рекомендуется полностью удержаться от принятия пищи. Если вы сегодня затеяли какое-то дело, то обязательно доведите его до конца. Физическая нагрузка должна быть обычной. А то и чуть меньше. Эмоционально будьте спокойны. И не общайтесь с теми людьми, которые вас растражают. И ещё одна важная рекомендация. Сегодня ничего не режьте ножом. Даже хлеба. 12-й лунные сутки. Энергетика этих лунных суток активизирует сознание человека от чувства милосердия и сострадания. Сутки имеют свой символ – сердце, который повсеместно связывают с милосердием и состраданием. Считается, что если в этот день не оказывать милосердия и сострадания, то можно самому этого лишиться. Сегодня противопоказано проявлять злобу и ненависть. Не следует отчаиваться и плакать. Наоборот, молитесь, просите, меняйтесь, становитесь иной личностью. Сегодня не следует перенапрягаться. Наоборот, ограничьтесь с пешеходными прогулками, с любимым человеком. Питание сегодня жидкое. Свежевыжатые соки, отвары трав, фруктовые компоты. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровья и до новых встреч!